С самого начала, с тех пор, как человек стал человеком, шла торговля, торговый обмен вот этими вот камнями. И с этим вместе заимствовались и разного рода культурные явления. Когда, невзирая на ворчание старцевого костра, перешли все-таки на медь, эти общения стали еще более обширными. Медь реже, чем камни, встречается. А когда перешли на бронзу, месторождений олова, необходимых для изготовления бронзы, во всем мире можно сосчитать по пальцам одной руки. Значит, для того, чтобы могла делаться бронза, необходимы были торговые и, соответственно, культурные связи, охватывающие весь земной шар практически. Но, во всяком случае, все восточное полушарие, безусловно. Вот это и есть клуманизация. Да, она влечет за собой, особенно сейчас, крупные культурные перемены, особенно учитывая возможности современных средств информации, телевидения, газет, журналов, звукозаписей и прочего. И в связи с этим, чтобы я не забыл, я уж сейчас прямо скажу, существует очень серьезная проблема, о которой никто не пишет, к сожалению, но она есть. Малочисленные народы сейчас находятся перед очень малоприятным выбором между ассимиляцией и резервацией. Почему? Потому что для того, чтобы, ну, раньше, там, 200 лет назад, 100 лет назад, культура могла существовать за счет фольклора, просто-напросто. Вот так передававшегося веками и густрустами. И поэтому, скажем, в Дагестане, что не аул, то другой язык, а другая культура. Хотя, конечно, общие культурные особенности у них тоже есть, но все это везде. Другой аул, другой язык, пожалуйста. Сейчас, для того, чтобы культура существовала и развивалась, а не просто влачила жалкое существование, необходима инфраструктура. Необходимы университеты в множественном числе обязательно. Потому что, если университет один, он очень быстро выродится из-за отсутствия конкуренции. Необходимы филармонии, симфонические оркестры, необходимы театры, необходимы журналы, необходимое издательство. В общем, короче говоря, для этого необходимо, чтобы данный народ, носитель данной культуры был достаточно многочисленным. Вот как решить этот вопрос, я не знаю, его надо иметь в виду. Это действительно очень серьезный вопрос. Да, конечно, можно запереться в резервацию и там тихо спиваться, как американские имеются, скажем, например. Можно так. И то самые умные и самые сильные будут уходить. Они будут уходить в большой мир, они не захотят жить в этом гетто. И просто уже начнется и физическое зарождение. Поэтому, вот, не знаю. Во всяком случае, я могу сказать только одно, на мой вкус. Как раз малым народам гораздо лучше жить в государстве большом. Потому что вот это большое государство может уделить внимание сохранению этой культуры. Вы знаете, когда я был студентом, было очень давно, в нашем университете был факультет народов Севера. Тогда еще анекдотов про Чукчи не придумали. Но мы над ними, конечно, посмеялись. Они были очень такие наивные, простецкие ребята. Действительно, много чего не знали. Но на этом факультете преподавали большие учебы. Лингвисты, антропологи, археологи и так далее. Потом университет ликвидировали. Создали университет там. Ну, труба пониже и дым пожиже, естественно. Большие ученые туда не поехали. Полезно ли это для культуры этих северных народов? Нет, конечно. Лучше им было учиться в Петербургском университете. Тогда еще в Ленинградском университете. Поэтому, как раз вот маленьким народом, повторяю, малочисленным, не будем обтекать слово, маленьким, оно уничижительное, малочисленным народом, лучше, больше шансов на сохранение, в другом быть, в большом государстве. Вы можете меня спросить, а большому государству оно на что? Зачем оно будет тратить силы и деньги? Знаете, чем разнообразнее, чем многоцветнее культура данного общества, тем более она жизнеспособна, и тем более она способна к развитию. Так что это выгодно и большому народу, если в его составе есть маленький. Ну вот это, к сожалению, мало кто понимает, но я бы хотел, чтобы вы над этим поразмыслили, тем, что я вам сказал. Что же касается до обращения к корням, то много раз люди обращаются к прошлому тогда, когда виды на будущее или мрачные, или туманные. Я думаю, что не случайно, что у нас сегодня вот такая попытка опереться на прошлое. Но ни к чему хорошему это не приводит. Это приводит к разного рода выдумкам, к появлению липовой истории, которая никакого отношения к нормальной истории не имеет. Вот вроде этих самых гипербореев, которые никогда не существовали в действительности. И вообще все это сводится к таким нескольким тезисам. Мне довелось прочитать в новом веку невероятное количество этих сочинений на эту тему. Значит, во-первых, мы самые древние на свете. Мы восходим, не знаю, пришельцам из космоса к ариям, кому там еще. Наш язык – это начало всех языков, наша культура – это начало всех культур, ну и так далее, и так далее. За этим стоит, на самом деле, просто обыкновенный комплекс неполноценностей и больше ничего. Верить этому, и тем более заниматься всей этой чипупой, упаси вас Богу. Читать нужно книги, нормальные книги по истории, которых нет вот этих дурацких выдумок. Очень вас прошу это делать. И в том числе и те, которые я издал. Ну а теперь, вот насчет, какие народы раньше, какие позже, и так далее, и так далее. Ну, зачем, почему все стараются удребнить свой народ, как вы думаете? Зачем это, собственно, нужно? Можно, конечно, отнестись к этому, как к феодальному предрассудку, мол, то древнее, то ты благороднее, и пожать плечами и забыть. На самом деле, это совсем не так безобидно. За этим часто стоит расизм. Осознанный или неосознанный, но очень и чаще всего за этим вот это стоит. Вот эта гадость. И, понимаете, вообще хвастовство древностью своего рода. Видите, вы знаете, у Крылова есть такая басня «Гуси не читали?» Не могу вам ее процитировать в подлиннике, я не очень ее помню. Но, в общем, история там такая. Мужик гонит старых гусей на базар, на продар, порастил и подгоняет. А гуси возмущаются, что как этот мужлан обращается с нами? Ведь наши предки Рим спасли. А мужик им на это отвечает. Так предкам вашим по заслугам честь. А вы-то сами, вы годитесь только на жаркое. Вот давайте не будем годиться сами на жаркое. Не будем хвастаться предками. Потому что тем хуже, если вы не выдерживаете сравнения с предками, так тем хуже. Только и все. Бахвалиться предками не стоит. Но, тем не менее, это имеет место. Мне бы доводило видеть, что все языки происходят из нашего, из моего языка. Что все культуры происходят из моего, из моей культуры. Ну, обычно это бывает родство с шумерами, хеттами по меньшей мере, или что-нибудь еще такое. Ну, что такое родство, что такое родство культур, как это все происходит, вот я попробую вам очень коротко изложить. Когда мы говорим о родстве народов, какие-то народы, вот родственные, в каком смысле это надлежит понимать? Этот вопрос следует рассматривать в трех независимых друг от друга аспектах. Подчеркиваю, независимых. Именно биологическое происхождение данного народа. Ну, то есть, вот, каждый из нас происходит от папы и мамы, те от бабушек и дедушек, те от прабабушек и прадедушек и так далее, и так далее. Вплоть до той самой обезьяны, ну, или если кому обидно от обезьяны, то до Адама и Евы, потому что рассуждение нашего это не меняет. Значит, смотрим, от кого мы происходим. Второе. Второй аспект. Это происхождение нашего языка. Это, повторяю, не обязательно связано с вот этим физическим происхождением. Совершенно не обязательно. Иначе было бы непонятно, почему, скажем, на индоевропейских языках говорят белокурые, голубоглазые, белокожие, норвежцы и чернокожие, темноглазые, курчавые, сингальцы. Они все говорят на индоевропейских языках. Значит, совершенно ясно, что физического родства между ними нету. Они даже к разным расам относятся. И третий аспект. Это происхождение культуры. Тут тоже все не так просто. Давайте рассмотрим эти аспекты в отдельности.